Я Виктор Воронков, я социолог. Это моя основная идентичность, я из Петербурга. Вопрос о том, надо ли думать о будущем. Думать надо. Можем ли мы что-то сделать для будущего? Это зависит. Мир сейчас настолько изменился, что все, что происходит, очень быстро меняется, и правила обращения с жизнью меняются. Поэтому очень важно, что происходит сегодня, и что будет происходить завтра. А послезавтра может случиться что-нибудь такое, особенно в нашей стране, что абсолютно все наши предварительные планы обрушатся. К сожалению, такие планы, которые готовятся на 2030 год, они наивны, как планы, но как стратегические задачи, возможно, очень полезны. Мы не можем выработать такую стратегию, которая, может, хоть в какой-то мере реализована в жизни. Недавно мы делали такой стратегический план для Татарстана, и на 2035 год. Это было смешно, потому что через год настолько все изменилось, что все наши представления о том, что можно сделать, оказались в связи с кризисом, который обрушился на страну, ну, оказались наивными, по крайней мере. Мы не знаем, что завтра наша власть придумает во внешней политике, и что отразится на нашем собственном развитии. Но мы можем многое сделать для того, чтобы сегодня было лучше. И чтобы это может развиваться завтра, может быть, и к еще лучшему. И это особенно касается не самых больших городов. Если говорить о Чувашии, то, конечно, молодежь уезжает в крупные центры, которые более привлекательны по образованию, которые можно получить, и, возможно, по условиям ведения бизнеса. И, к сожалению, наша страна так устроена, что все лучше уезжать в Москву. Как только возникает что-то интересное, или, не дай бог, выдающееся, немедленно Москва сманивает. Будь это футболист, или актер, или ученый, или журналист. Поэтому предполагать, что чебоксары станут конкурентом в Москве, даже до 2030 года, при самых больших портове, ну, невозможно себе это представить. Это уже будет похоже на известный сюжет из 12 столиев, как, кстати, близкий к чебоксарам город Высюки становится при помощи фантазии Остапа Бендера межпланетным центром превращается в Нью-Высюки, а Москва превращается в Старое Высюки, а этот в Нью-Москву. Вот, чебоксары не станут Нью-Москвой, хотя, возможно, в дальнейшем, когда-то, когда предзойдет децентрализация страны, и, как во многих европейских государствах, это была сознательная политика на децентрализацию, и поэтому существует множество центров, такая полицентричность, где люди могут вполне жить не хуже, чем в столице. Но это не про нашу страну, к сожалению. Но мы должны, конечно, что-то делать для того, чтобы наши города были более современными, более модернизированными, более приближались к некоторым глобальным стандартам, которые сегодня привлекательны и, я думаю, что особенно молодежи приветствуются. Поэтому превращение Чебоксар в какой-нибудь такой европейский город, среднеевропейский город, соответствующий человеко-дружелюбной средой, с этими удобствами, которые мы видим здесь в Берлине для людей, с этой системой обслуживания, с этими хорошими университетами, и с помощью большого в осуществлении бизнеса, то тогда, конечно, молодежь будет оставаться. Москва – это мясорубка. Это для очень сильных людей, которые готовы пробиваться наверх любыми способами. Это тяжелое вырастание. А нормальные люди должны жить, в общем-то, в небольших городах, мне кажется. Потому что там среда для людей, в принципе, психологически соответствует. И, в общем, думаю, что человечество, которое переселяется постепенно в эти сверхмегаполисы, оно многое теряет как человечество. Сейчас происходит индивидуализация судеб, и мы можем жить, в принципе, где угодно, и быть одновременно в разных точках земного шара, потому что есть интернет. Можно быть ученым в деревне, но в деревне нет тех условий, которые есть в Чебоксарах, а в Чебоксарах нет тех условий, которые есть в Москве. Ну вот, примерно так. Продолжение следует...